Вот это вот очень симптоматичная фотография. Вот, казалось бы, что мы видим? А, на переднем плане умирающая груша, и она умерла. А дальше что еще мы видим? Ну, видим постриженный мой газон, как бы, как бы. Ну, что значит постриженный газон? Я постоянно кашу, траву не убираю, вот она так и лежит, трава. Вот, слева вы видите очередной муравейник. А почему же он не спас вот эту грушу, которая умирает? А грушу эту я убил своими руками. Смотрите, это сегодня я когда готовился, чуть забежал вперед, готовился к этой дне лекции, к разговору, к рассказу. Я только сейчас обратил внимание, хорошо обратил, что справа на заднем плане тоже нарядные фильмы. Вот, эти два дерева, это оптимистическая трагедия. Потому что на заднем плане справа, я уже показывал, еще будут попадаться, каждый год же снимаю, делаю снимки чудесных красных плодов груши, нарядные фильмы, да. Вот, это оптимизм, а вот на переднем плане трагедия. То дерево уцелело только потому, оно должно быть таким же и тоже давно мертвым. Там была потеряна бирка, пока дождался урожая, резать ветки с него было поздно. Вот, чтобы идентифицировать, что это именно нарядные фильмы. А на переднем дереве жертвенное маточное дерево. Я с него резал, 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 резал и убил, я два таких убил. Сад-то небольшой, лучше бы иметь их 20, тогда можно было бы с каждого брать веток меньше, и, глядишь, все были бы живы. Ну, резал страшно, от 5 до 100 веток каждый год. И вот результат. Дерево сопротивляется, видите, с нижней части волчки полезли. Так. И вот эти волчки, они еще и на прививку относительно годятся. Относительно, ну, я уже рассказывал почему. Вот, вот это, есть почки, есть, вернее, ветки первичные. Вторая ветка лезет за первой. То есть, за предпоследнего года лезет ветка последнего. Из верхушечной, подчеркиваю, почки. Это самое настоящее дерево. Я помню, что быстренько пробегают возврат. Если вы отрезали, например, пол ветки, стимулировали рост, опять же, верхних, получившихся верхних веток из почек, это вторичные ветки, они годятся на прививку, потому что иначе просто их не хватит, если не делать специальную обрезку. Вот, кстати, вот это дерево я так и загубил наполовину, наполовину отрезая, когда была маленькая, чтобы сделать его маточным. А через пару лет после этого уже начал вырезать ветки полностью, кроме трех нижних почек. Вот. И вот, наконец, я сказал, что в таких случаях получаем ветки вторичные. Они уже чуть-чуть искусственные, неестественные. И, наконец, ветки после сильнейшей обрезки, когда трех, четырех, пятилетние ветки укорачиваются, появляются уже волчки. Они тоже годятся на прививку, но это уже самое неценное для меня. Это ветки, я их уже третий класс или третий сорт. Вот. Поняли, да? Вот. Вот пример, вот как раз на это можно брать на прививку, но уже... Ну, слава богу, это дерево уже нет живых. Оно просто до конца погибло. Почему? Догадайтесь сами. Все изувечено, мороз его добил, оно потеряло морозостойкость. Вот эти ветки не стали новой кроны, вот эти. Почему? Еще раз говорю, они уже неполноценные. У них уже морозостойкость не та. Пытались не доказать, что все наоборот, что именно эти ветки, которые на какой-то момент, видите, они спасли дерево, хотя бы нижнюю часть, что наоборот они самые ценные, самые раздокие. Вот. И очень умные люди доказывают. Мы еще будем возвращаться к этим письмам, но чуть позже. Пока лекция, моно-лекция. Споры потом. Споры будут и с вами. Вы же будете писать, уже пишут мне. Кто-то поддерживает, кто-то против. Ну и ничего. Главное, что это все споры эти дружеские. Вот. Ну как может быть дружеский спор? То есть споры, кажется, ставить свое, уважая, в то же время предельно своего оппонента. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok